Здравствуйте, дамы и господа! С вами Александр Шадов, кандидат философских наук, поэт, писатель, философ, скептик, антисоентист, создатель своего собственного учения и ведущий канала «Храм Исминога Бесконечности» и одноименных каналов на других платформах, на которые я вас прошу подписаться, конечно, потому что только там вы сможете достать вот этот файл. Вот этот, точнее, файл. Вот этот файл сможете там достать. А почему? Мне задонатили на лекцию, которая, по сути, является топом из 100 лекций по философии, которые вы хотите послушать. Ну, вы хотите для того, чтобы ознакомиться с философией. Допустим, у вас условно нулевой уровень, да, и вы только вот входите в философию. Как раз недавно вышло видео одного человека, я посмотрел 100 лекций по философии, там, и преисполнился, и все такое. Ну, и к этому приурочено данное видео, если что, чтобы вы понимали, да. Там я, в общем-то, сказал, что человек посмотрел какие-то не те лекции, обозревая данное видео. И если бы он посмотрел лекции более хорошего качества, возможно, у него было бы несколько другое мнение о философии, потому что 100 лекций, ну, будем честны, это много. У меня суммарно получилось где-то 103 лекции. Ну, чуть-чуть больше, да, я не смог ровно 100 подобрать, чтобы был хороший охват всех тем по философии. Начнем с того, что я буду ориентироваться, безусловно, на свои лекции, прежде всего. Но они не входят в топ, заранее замечаю, да, то есть у нас справа таблички, лекция шадова, потому что мне кажется, что структура тех лекций, которые я вот делал, она хороша. То есть вот вообще мета-структура всего лекционного курса у меня просто отличная. Вводная лекция, фалесы, софисты, Сократ, Платон, Аристотеля, кстати, у меня, к сожалению, не было, но он упоминался. Ну, вот, с Аристотелем у меня был прокол, поэтому, ну, мы будем это восполнять семью лекциями бугая, короче, чтобы вы понимали. Да, абсолютный скептицизм античности, античная философия от Сократа до Средних веков, христианская философия, исламская философия Индии, буддизма, философия китайская, философия эпохи Возрождения, Новое Время, просвещение, немецкая философия, философия Канта, кстати, которой у меня как раз тоже нету внезапно, да, то есть у меня в лекционном курсе нету лекций по Канту, это как минус моего лекционного курса, если что, да, философия Гегеля, иррационализм, Штирнер, Ницш, позитивистов у меня тоже нету, но они здесь будут упомянуты, современная философия, аналитическое направление, современная философия, континентальное направление, итоги по основному курсу, ну, и там какие-то бонусы, это уже, которые были вне курса, но дополнительно неплохие лекции. Если вы не хотите сильно много думать головой, выбирать какие-то лекции среди миллиарда лекций на Ютубе, среди которых очень много либо долгих лекций, либо скучных, либо непонятных, мой курс подойдет для начинающего уровня, если вот вы только-только входите в философию, мои лекции будут отличным, в общем-то, базисом для того, чтобы начинать заниматься философией. Да, но при этом я полностью подтверждаю, что мои лекции не являются лучшими по философии, не являются самыми подробными по философии, самыми там сложными, самыми даже правдивыми в каком смысле, да, это лекции для базового курса, для базового ознакомления с философией. И поэтому в топ-100 лекций будут в основном входить вещи, которые коррелируют с моим курсом по философии, но при этом они как бы его дополняют, либо они лучше его написаны, либо они рассказаны человеком, который в этом лучше разбирается, ну, либо просто какой-то аналог, альтернатива, которая равносильно тому, что у меня есть, может быть, даже немножко хуже. Главное, чтобы просто был аналог в данном случае, да. Ну, потому что, с одной стороны, реклама своих лекций, это, конечно, хорошо, а, с другой стороны, ну, на ютубе много очень хорошего контента, очень много хорошего контента лекционного, который неплохо было бы посмотреть. Да, кстати, там есть также целые курсы, но я попытался сделать вот этот вот условный топ таким образом, чтобы, как бы, знаете, были представлены многие деятели, которые выкладывали свои лекции на ютуб, многие достойные профессора, многие достойные доценты, которые рассказывали о философии, рассказывали хорошо, то есть, если что, у того же Баумейстера, у Зубова и много у кого вы можете просто посмотреть полный курс философии, и об их минусах этих курсов мы потом немножко поговорим, вот. Ну, в общем-то, начнем с того, что вот у меня есть вводная лекция по истории философии, и мне, думается, аналогов нет. Ну, у каждого, наверное, большого философа на ютубе найдется своя вводная лекция по истории философии, но, как мне кажется, там все время ангажированность куда-то будет склонять того или иного автора. И вот как раз в этих лекциях обычно и проявляется ангажированность тех или иных авторов. Себя же я при этом считаю неангажированным, и данная лекция, она наименее ангажирована, и ввиду этого, ну, я рекомендую смотреть ее. Но продолжаем дальше. Следующая моя лекция – это первый существенный философский вопрос. Каковы стихи и силы мира? Ну, по сути, это тема до Сократиков, которая между софистами и фалесом, соответственно. Ну, и что я вам могу предложить? Прежде всего, в Ше у них был организован неплохой курс лекций. Очень неплохой курс лекций. Там коротко, понятно и ясно рассказывается, вот, почти вся, почти вся история философии. И мы здесь будем ссылаться во многом на них. Например, первые попытки исследовать природу фалеса, ноксимандра, ноксимэн – это там не два часа лекция, не три часа лекция, там 10-15 минут у них лекция, понимаете, ну, нормально. Фалеса, ноксимандра, ноксимэн, ну, за 15 минут пройдены, это хорошо. Причем это не философия за 15 минут, как там вот во всяких там правых полушариях интроверта. Правого полушария интроверта здесь нет вообще, если что. Потому что не тот сегмент, это не столько суперобразовательный сегмент, сколько попытка там прорекламить философию, чтобы потом продать свои курсы, о качестве которых я, кстати, не имею никакого представления. Вот. Здесь именно что лекционный материал, просто разбитый на кучу маленьких видео и записан очень хорошо. Кстати, наверное, один из главных оппонентов моего курса, вот по уровню такого, знаете, вот в данном сегменте имеется в виду, вот в данном сегменте это именно вот эти лекции. Хорошие лекции из США, довольно краткие, в которых рассказывается вся история философии. Лаконично, понятно, просто, видосы маленькие, последовательные, достаточные для того, чтобы иметь представление. То есть весь этот курс я вам рекомендую в том числе, просто потому, что это очень хороший курс. Вот его можно полностью прослушать, вы точно не потеряете. Так вот, ну, я попозже поговорю про конкурентов там разных, да, окей. Дальше можно посмотреть лекцию от Ксенофана до Гераклита, Пифагор, Мак или Философ, Апори и Зенона, Эмпедокл, и тут Парменид и Гераклит от Баумейстера. В чем проблема лекции Баумейстера? И Парменид, и Гераклит, о которых можно было бы рассказать, ну, я не знаю, за несколько, за 10 минут каждого, я думаю. Ну, вот, в общем, смотрите, ну, 47 минут на Парменида. 47 минут на Парменида. И, соответственно, час на Гераклита. Час на Гераклит, ребят. Да, окей, можно прослушать те же самые лекции от, собственно, в Ше, там, короче, там яснее, там понятнее, там проще. Баумейстер сразу берет довольно высокую планку, и это уже, мне кажется, несколько другой сегмент лекций, то есть, да, это уже более такие, что ли, академические. И философия для философов, так скажем, да, вот, если вы как философ хотите послушать лекцию по философии, вам скорее к Баумейстеру здесь. А хороший общий курс, когда вы еще только начинаете знакомиться с философией, ну, это, в принципе, у меня можете посмотреть, и вот у Ше хороший курс, соответственно. Дальше, жестче. Честно говоря, честно говоря, ну, после лекции Пифагора и Пифагорейства, тоже с Ше, мы переходим к софистам. У меня неплохая короткая лекция про софистов, опередивших свое время, по-моему, интересная получилась. Но если хотите расширить данный материал, ну, блин. Исчерпание натурфилософии и обращение к человеку софисты Зубов. Я Зубова старался пихать как можно меньше, ну, потому что у него лекции просто двухчасовые. Он берет какую-то маленькую относительно тему, ну, короче, это лекции более профессионального характера. Если вы хотите уже расширять свои познания и философии, уже к Зубову можно обращаться. Более того, Зубова сложно слушать, ну, не в обиду, так скажем, но у него есть определенные речевые особенности, и качество еще записи сверху накладывается такое себе, честно говоря. Ну, в общем, содержание лекции Зубова я прочекал, оно хорошее, но он слишком затягивает. Это немножко не тот сегмент, но про софистов чего-то хорошего, нормального, адекватного не то, чтобы сильно много. Про Сократов внезапно всплывают лекции Евгении Павловой. Евгению Павлову, у нее тоже полный курс по философии есть на Ютубе, но мне кажется, он очень-очень-очень посредственный, прям довольно такой чисто дефолтный. Можно ее курс полностью прослушать, но вот философию Сократа в нормальном изложении, и Сократа я именно у нее смог найти на Ютубе, когда сейчас искал. В принципе, пойдет, в принципе, пойдет, ничего ужасного, отвратительного сгодится. Платон. Вот у меня есть лекции по диалогам Платона. Две лекции по диалогам Платона, где все диалоги разбираются. Окей. Баумейстер записал 13 лекций по диалогам Платона. Не только по диалогам, вообще по Платону. Рассказывает о философии Платона, о его диалогах и много чего еще. Платон очень важный философ, много на кого повлиял. И я очень мало внимания в своем курсе уделил Платону, соответственно, прям, ну как, просто мало. Да, я не фанат Платона, его влияние меня не впечатляет, так скажем. Но если вы хотите глубже постигать философию, 13 лекций Андрея Баумастера по Платону. Это то, что стоит читать, но они там по часу, слушать, в смысле, да? Но они там по часу, по два. Опять же, это тоже как будто бы не тот сегмент. Это уже как будто бы такой, знаете, уровень более профессиональный с точки зрения для более профессионального слушателя. Ну, Андрей Баумастер хорошо разбирает Платона, безусловно. И, безусловно, вот следующая философия Аристотеля, о которой я практически не слову на своих стримах. Я редко говорю про Аристотеля, будем честны. И также у меня лекций нет по Аристотелю. Это можно легко компенсировать семью лекциями Бугая, собственно, по Аристотелю. Лекции шикарные, то, что нужно. Но это тоже не тот сегмент, это тоже уровень выше. Ну и Платон и Аристотель — это то, что вам понадобится для того, чтобы видеть разные отсылки, для того, чтобы видеть, кто откуда берет аргументы, для того, чтобы много чего понимать. То есть Платон и Аристотель — норм. И неожиданно единственная хорошая лекция, вот реально хорошая, — это убермаргинала. К вопросу, ну как, вебинары убермаргинала, они многие очень хорошие. Но мне кажется, они, опять же, не подходят здесь по сегменту общеобразовательной какой-то информации. Даже, наверное, лекция по Арганону не очень подходит, но это имеет смысл смотреть. Маргинал как бы сразу ныряет глубоко в своих вебинарах, и для сегмента это слишком плохо для данного. То есть через убермаргинала и его лекция, которая называется «Арганон» по Арганону Аристотеля, вы не то чтобы как бы... Вообще, вы потеряете очень много времени и, скорее всего, не очень многое поймете, просто потому что там есть еще в чем разбираться. Много времени и слишком специальная такая тема, которая не каждому будет интересна. В общем, на свой страх и риск убермаргинала здесь посоветую. В других случаях, по другим вебинарам маргинала я советовать не буду, потому что они не попадают в сегмент. Маргинал слишком зацикливается на тех или иных частностях в своих лекциях, и как такие общие обзорные лекции по той или иной теме, они у него в целом плохо получаются. Маргинал далеко не самый лучший лектор, он уступает здесь практически буквально всем, включая меня, безусловно, уступает Бугаю, безусловно, уступает даже Елене Павловой, потому что у нее... Зубову, потому что... Ну, короче, у Бомбомастера тоже тем более, потому что у них есть хорошие обзорные лекции, иногда это большие, сложные, но хорошие обзорные лекции. Но минус вот лекции как раз Баумастера и Зубова, например, минус, минус не минус, но вы поняли, для данного сегмента, который мы сейчас разбираем, это их просто колоссальный размер, просто огромный размер, вы заслушаетесь всего этого и, короче... Вот. Тяжеловато вам будет, соответственно, тяжеловато вам будет. Античный скептицизм... У меня, по-моему, хорошая лекция по абсолютному скептицизму, прям топич. Абсолютный скептицизм античности, то, что нужно. Есть альтернатива, античный скептицизм Леги. В начале лекции Лега очень хорошо себя показывает, как человек, который интерпретирует античный скептицизм и даже цитирует первые страницы перроновых положений секста-эмпирика. Правда, ближе к концу, опять же, проявляется религиозная сущность Леги. У Леги много хороших лекций, кстати. Несмотря на то, что он верующий, он иногда вот сдерживает себя, иногда нет. То есть вот иногда не сдерживает, но в скептицизме, в лекции про скептицизм, он в конце не сдержался и начал сыпать разными оценочными суждениями. Но это далеко не худшая лекция на данную тему. И, безусловно, в данном сегменте, в сегменте обзорных лекций, моя лекция, наверное, лучшая на Ютубе в данном случае. Я не видел, ну, на Ютубе русскоязычном точно. Просто потому, что аналогов особо нет. Какой-то материал на сколько там времени? Ну, на час, да. Материал на час о скептиках, который расскажет вам обо всем, что вам нужно знать, и при этом без каких-то оценочных суждений. Да, это в данном случае один из лучших материалов. У меня с другими авторами намного хуже. Здесь это одна из лучших лекций, одновременно достаточно лаконичная, всего лишь час времени. Ну, можете взять Легу, можете взять меня и сравнить, так скажем. Обращайте внимание на именно такие ангажированные моменты. У Леги как христианина, когда он пытается обосновать, что скептицизм – это фигня, хотя у него ничего не получается. Античная философия после Сократа до средних веков. Здесь косяк-не косяк мой, ну, я не хотел очень большой курс лекций по философии делать, мне пришлось взять и в одну лекцию скомпоновать огромное количество разных мыслителей, включая эпикурейцев, то есть киньков, стойков, киринаиков и даже неоплатоников, насколько я помню. И все они вот в одну, и даже римские вот эти философы, они все вот в один час или в два часа, во сколько их, сколько времени? Час двадцать. Я их всех засунул в час двадцать, хотя это не вполне справедливо. Ну, для того, чтобы компенсировать эту, соответственно, несправедливость, да нет, ну, мы на самом деле, опять же, это… Здесь что, конкуренция? Это, опять же, видео вше, даже во многом, может быть, более лаконичные, чем у меня лекции и по кинькам, и по стойкам, и по киринаикам, и по неоплатонизму. Хотя по киринаикам, насколько я понимаю, у меня здесь что? Вообще канал некого Максима Краюшкина, который просто зачитывает Википедию, и, честно говоря, зачитывание Википедии просто вот так вот, это лучшее, что на данный момент есть на Ютубе по киринаикам, блин. Из такого сегмента часового видео. Что вам может лучше рассказать про киринаиков, чтобы затратить на это всего-то там меньше часа, например, да? Человек зачитывает Википедию по киринаикам, да? Да, лучше вы не найдете. Может быть, найдете что-то суперподробное, там по три часа будут прорести, поразговаривать, обсуждать бесконечные его цитаты. То есть, ну, образовательная ценность здесь будет. Ну, короче, меньше такого образовательного потенциала, меньше, в кавычках, знаний на единицу времени. Вот так вот скажем. И поэтому, конечно, ну, блин, оказалось, что просто зачитывание Википедии всех побеждает. Неоплутонизм. Я вам предлагаю посмотреть две лекции Романа Викторовича Светлова, лекции 11 и 12, неоплутонизм. Ссылки, все ссылки сбоку, вы можете пройти по всем ссылкам. Чтобы получить этот файл, вы должны, обязаны, пройти ко мне в Телеграм, подписаться на канал телеграмовский и скачать вот эту вот табличку. Друзья, с этой табличкой, ну, вот у вас будут все ссылки на все эти лекции, и на мои лекции, если вам интересно, и на лекции вот прекрасных, замечательных коллег, которые очень много интересного, в общем-то, сделали. И тут и кандидаты, и доктора наук, и много других интересных ребят, которые философией интересуются. Как-то так. В общем, рекомендую. Лекция по эпикурейству. Вот, с одной стороны, у меня есть. Почему она отдельно? Потому что у меня есть просто отдельная лекция по эпикурейству. Она отдельно заказана была. И я вам предлагаю лекцию по эпикурейству вот товарища с канала Филати. Филалетти. 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 Вот. В целом, час тридцать. Более подробно, чем у меня, немножко. Но как аналог пойдет. Качество записи и звука, конечно, хуже. Ну, это... Ну, вы понимаете. Ну, вы понимаете, короче. Что то, что другое. Мне кажется, вполне сравнимые лекции. Ну, вот попробуйте туда тоже зайти. Почему бы и нет? Философии в Древнем Риме у меня такой темы в принципе нету. Она у меня закрыта. И я вам рекомендую. Опять же, лекции из вше, ребята. Лекции из вше я вам рекомендую. Понятное дело, да. Так. Христианская философия. У меня всего часик по христианской философии. Я не нашел ни одного достойного видео, которое могло бы конкурировать в данном сегменте с моим видео по христианской философии. Я за один час рассказал по христианской философии достаточно много. То есть, какую-то некую картину общую о христианской философии, то есть, о средневековой философии в целом. Ну, и там немножко до средневековья тоже христианская философия была. Я некое представление смог сформировать, на мой взгляд. Это хорошая лекция в рамках сегмента. Но! Да, я недооценивал христианскую философию. Она у меня представлена меньше всего. Как и Платон, и Аристотель, кстати, тоже у меня очень мало представлены. Потому что я знаю, что у меня там конкурировать много с кем есть. И я в этой конкуренции никогда бы не победил. Очень хорошие лекции по средневековой философии. Это 15 лекций Андрея Бауместера. Рекомендую как бы абсолютно. Очень хорошие лекции. Обозреваются все основные мыслители. И Августин вам там будет. Просто вот столько Августин и Фома Аквинский. Там для вас будет обязательно. И Оккам там для вас будет. Короче, берите, наслаждайтесь. 15 лекций. Но они все очень длинные. То есть, с одной стороны, одна моя лекция по христианской философии, которая идет в районе одного часа. А с другой стороны, лекция Бауместера, которая идет... Одна лекция там по полтора часа в среднем идет. Их 15. Это совершенно другой сегмент, как вы понимаете. Но да, подробность, качество и знание материала у Бауместера в данном сегменте намного выше, чем у меня. Да? Вообще бесспорно. Ни в коем случае не претендует здесь на лидерство. Но, опять же, мне кажется, что в данном сегменте мое видео является очень хорошим. Вот. Аналогов мало. И вместо часового видео по сегменту вы можете получить 15 полуторачасовых лекций. Но о них нельзя было не упомянуть, потому что это хорошие лекции, хорошая работа. И христианская философия в итоге повлияет на становление эпохи Возрождения, философии эпохи Возрождения и философии Нового Времени. Забывать об этом, конечно, нельзя. Да, мы должны с этим обязательно иметь дело. Вот. После этого. Исламская философия. У меня есть отдельная лекция по этому. И есть ссылка на лекцию введения в арабскую философию. Сегмент, кстати, очень пустой. Вот тоже часовое видео по арабской философии. Здесь, соответственно, здесь, собственно, специалист вещает. Но мне кажется, лекция, опять же, более водянистая, чем у меня, опять же. Если смотреть на какое-то краткое изложение исламской философии, при том, что я не являюсь специалистом в исламской философии, опять же, в данном сегменте моя лекция более обзорная, более общая и более разных отсылок. Ссылок вам, наверное, даст. Лекция по введению в арабскую философию. Там просто специалист-профессионал рассказывает именно, что введение. Ну и да, изучать есть много что. Но вот какой-то аналоговой лекции, обзорной по исламской философии, я не нашел. То же самое философию индийского буддизма. Моя лекция, одна из немногих на ютубе, которая в диапазоне час-полтора укладывает всю индийскую буддийскую философию. И при этом аналогов практически нет. Вот есть лекция Андрея Паребка «Буддийское мироустройство», которая просто про буддийское мироустройство. Ну да, это часть философии буддийской, но это совершенно не то. Ну, например, есть отличная книга торченого введения в буддизм. Вот там да, вот там да, вот там как аналог. Ну, там, правда, читать дольше, чем я написал, чем у меня в лекции. Но там хотя бы полноценно представлена философия буддизма, как вы понимаете. А здесь, ну вот, отдельный аспект буддийское мироустройство. Андрей Паребок, вот, специалист, профессионал, мой учитель по индийской философии, буддийской в том числе. Я от него много чего и знаю, я вам его рекомендую. Но есть большой недочет у Андрея Селодовича. Он, в общем-то, очень редко готовит лекции и всегда говорит импровизациями. И это усложняет, как бы, усложняет его речь на несколько порядков. Иногда он забывает прояснять довольно важные понятия, иногда проясняет довольно призрачными примерами. То есть он специалист, безусловно, передовой, но, как бы, многие лекции из тех, которые он записал, они такие, как будто бы, творческие. Он, как будто бы, просто пришел, и вот он вам с вершины своей мудрости, как великий мудрец, сейчас будет вам рассказывать. То есть не хватает академичности, к сожалению, у Андрея Селодовича. Очень часто. Это не то, чтобы критика, это особый вайп, особый флер. Но это не очень хорошо для того, чтобы, как бы, знаете, начинать с этого подготовку. Ну, вот хотите вы сдать, допустим, экзамен по философии индийского буддизма? Читайте Андрея Селодовича, слушайте Андрея Селодовича для того, чтобы это сдать не ему, например, практически бессмысленно, потому что, ну, будет немножко спутано, многое вы не поймете. Андрей Селодович будет делать акценты на каких-то своих вещах, будет иногда забывать о каких-то общих местах философии буддизма, например, да, то есть, ну, или не будет их прояснять, будет говорить о них как о чем-то само собой разумеющемся. Для вас, как для зрителя, это нифига не само собой разумеющееся, понятное дело. В общем, Андрей Селодович великолепный исследователь, но как преподаватель, мне кажется, вот у него есть некоторые такие нюансы, которые не дают ему, не дают его понимать, когда ты только вот, ну, только начинающий. Вот когда ты такой ничего не понимаешь, ничего вообще об индийской философии не знаешь, приходишь к Андрею Селодовичу, ну, очень мало профита у тебя от этого будет. Но если ты уже что-то понимаешь, Андрей Селодович может дополнить твои знания, там, не знаю, помочь тебе подумать о разных там вещах, которые для тебя были раньше неочевидны. И в этом плане, да, для такого более углубленного уровня изучения лекции материала Андрея Селодовича Парибко – это очень круто. Следующий материал философии Индии. И вы не поверите. Мне кажется, у меня в данном сегменте очередная лучшая лекция, потому что лучшая, вот в России, по крайней мере, русскоязычной, я не видел. С одной стороны, я, который не являюсь специалистом в индийской философии конкретно, да, я как бы по общей восточной философии кое-что знаю, и, соответственно, могу манипулировать разными учениями, мнениями, позициями, иногда даже аргументами, но я не глубокий специалист, я не исследователь. И против меня вот выступает Лысенко, вообще легендарная исследовательница как раз индийской философии, у нее много книг по разным Даршинам, и не только. В общем, великий исследователь наш русский, большой, серьезный, очень важный, да. Как вот и Андрей Селыч Парибак, вот так вот и Лысенко, у нее много работ, это очень важный человек в данном сегменте. Но вот у нее есть лекция. Что такое индийская философия, и в чем состоит стереотип ее восприятия на Западе и в России? Это не то же самое, понимаете? Вот философия Индии, обзорная часовая лекция со своими минусами, конечно, вот она такая чуть ли не одна на всем Ютубе, вот, вот, по крайней мере, по крайней мере в моем сегменте, как бы, понимаете, вот таком вот, что вот часовая обзорная лекция. А у Лысенко, у нее более конкретный здесь вопрос и стереотипы ее восприятия на Западе и в России. Вот, стереотипы какие-то пойдут. Вот сопоставимой обзорной лекции я просто не нашел. Хотя она нужна, ну. И я вам могу только предлагать Радхакришна читать, но это не час, простите, там вот такая энциклопедия, если в одном томе, ну или два тома тоже такие солидные пойдут. И не только Радхакришна, конечно, в итоге Шохина надо очень много читать, да вот и Лысенко тоже неплохо почитать. Просто потому что и Парибка там, не знаю, и кого угодно можно тут почитать, Пахомова можно прочитать, Сергея Викторовича. То есть материалов очень много, с ними лучше знакомиться в книжном вот таком виде. На Ютубе аналогов очень мало. И все эти специалисты, которых я перечислил, они в среднем выступают по каким-то конкретным, очень важным темам, и они там читают очень хорошие профессиональные лекции, но какой-то вот такой обзорный, вот как аналог я не нашел. Я искал, но я не нашел. На поверхности среди популярного такого Ютуба, ну вот более популярной лекции по данной теме, я, видимо, просто нету, в принципе. Как и по философии индийского буддизма, кстати, тоже, видимо. То есть аналога нет. Есть либо наборы из огромного количества лекций, я могу вам просто кинуть, знаете, по буддизму. Держите парибка, короче. Держите всего парибка. Вот вам там 20 лекций, короче, тоните каждое по 2 часа, и Андрей Силович там будет иногда перегонять, там, петь, что-то там из пустого в порожнее иногда переливать, какие-то примеры приводить. Ну, это не тот сегмент, о котором мы говорим, да, это немножко другой вайп, это вайп учителя, это вайп такого гуру у Андрея Всеволодовича, это вайп передового исследователя, безусловно. Но вот обзорные лекции у него получаются не очень, на мой взгляд, именно такие вот общие, обзорные, чтобы все по полочкам, систематично, разбросано. Не его жанр, как мне кажется. В других жанрах он звезда, а здесь у него как-то вот посложнее, и вот таких материалов вы просто не найдете, к сожалению. Все это я говорю с абсолютным уважением, если что, к тем людям, о которых мы сейчас обсуждаем, и каждый человек, который включен в данный список, ну, как бы, уважаемейшие люди, к которым я отношусь с большим уважением, и которые многое сделали для интернет-культуры философской, которые сделали много хороших видео. Ну, давайте дальше. Индийская логика и теория аргументации. И опять же, мне кажется, мое видео лучшее в сегменте. Причем мое видео по индийской логике и теории аргументации построено на лекциях Андрея Всеволодича Паребко. И я вам рекомендую, что взамен вот этих лекций? Лекции Андрея Всеволодича Паребко. Кстати, на этих лекциях, вот в эти видео вы посмотрите, я там был. Вот буквально, вот буддийская, индийская логика, я даже вот это вот все помню. Я даже помню его в этом... Я помню этот кабинет, я помню Андрея Всеволодича Паребко, и я сидел тогда на последней парте, слушал, записывал, может, даже вопросы задавал, может быть, вы меня даже услышите на заднем фоне где-нибудь, соответственно. Вот это как раз те лекции, которые были записаны, когда я обучался на философском факультете СПБГУ, и там мы как раз проходили восточную философию, в общем, вот как-то вот так вот. По философии тантризма я вообще не нашел никаких аналогов, только у меня смотреть. Китайская философия. Ладно, здесь я решил меньше выпендриваться. То есть по индийской философии вы в частностях вы можете утонуть. Разных частных видео по разным аспектам индийской философии много. По китайской философии видео... Вот есть хороший, хорошее вот такое вот количество некоторых материалов. 14 лекций по китайской философии Рыкова. И, честно говоря, база... Давайте так, это то же самое, что вот у Баумейстера по средневековой философии. Средневековую философию я разобрал довольно плохо. Всего-то час-полтора и мало. Мало и можно и нужно подробнее. У Баумейстера это есть. А здесь я разобрал тоже китайскую философию на час-полтора. И вот есть видосы по 49, 33, 37, 36. И тут как бы база. Древняя китайская философия. Конфуции, Мо-цзы, Ян-жу, Мэн-зы, Мэн-зы, Джуан-зы, Сунь-зы, опять же, Лигизм, Малявина можно смотреть, можно не смотреть, как уже там хотите. Короче, база. База китайской философии для самого начала. Но мою лекцию при этом все равно тоже лучше посмотреть, потому что она более широкая. Она рассказывает немножко про всех. То есть там есть все персонажи. Она именно что хорошая, большая обзорная лекция. Аналогов, опять же, на Ютубе я не нашел, на русскоязычном Ютубе. Блин. Да, вот моим лекциям, оказывается, нету. Я очень, кстати, удивлен. Давайте так. Так, я не то чтобы пришел такой с настроением, что я сейчас всех разъебу, я такой победитель, и нету аналогов моим лекциям на Ютубе, я такой крутой. Нет. Я пришел с ощущением, что сейчас я буду смотреть и видеть дофига аналогов, которые намного лучше моих лекций. Я думал, что по каждой теме я тыщу там в топе Ютуба какие-нибудь видосы от Андрея Всеволодча, может быть, Парибка, может быть, от какого-нибудь Рыкова, опять же, да, что-то, что на несколько голов выше в том же сегменте, что я делаю, что просто у меня это все вместе есть. Нет. У меня и по китайской философии, если брать часовое, полуторачасовое видео и одиночное, оно одно из лучших обзорных видео, даже не одно из лучших, может быть, оно единственное там такое. И я не то чтобы думаю, что сделать лучше сложно, если бы кто-то из тех людей, которых я перечисляю, Андрея Всеволодовича там, например, или Баумейстер, или там, не знаю, вот Рыков, поставили себе задачу снять обзорное, часовое, полуторачасовое видео по той конкретной теме, там, по индийской философии, по китайской, даже в каком-то смысле по философии Платона, потому что про Платона у меня, может, и не обзорное видео, а у меня обзор по его диалогам, понятное дело. А у Баумейстера прямо просто разборы диалогов на 13 лекций, чтобы вы понимали, и каждая там по полтора часа, тоже, опять же, не тот сегмент. Если бы они поставили себе задачу сделать такую обзорную лекцию, они, мне кажется, очень полезны, особенно для начинающих людей, которые только входят в философию. То есть сначала получить общее представление, а потом уже идти к Баумейстеру уточнять, так скажем. Получить общее представление о китайской философии, а потом идти уточнять к Рыкову, хотя там тоже не полный набор, там, по сути, не хватает большого количества авторов, но какая-то база тут есть. Моя задача как раз была сделать набор обзорных лекций, чтобы составить общее представление о философии. Аналогов мало. Я очень удивлен, что аналогов мало, потому что я не думаю, что это очень тяжело было бы сделать подобные аналоги. И что самое главное, в учебных пособиях, в разных учебниках, материалах такого много. То есть по сути, по сути, если вы откроете нормальный учебник по философии, вы столкнетесь с хорошими обзорными материалами по теме, если это хороший учебник, понятное дело. Тем временем, на Ютубе, на русском, с этим довольно туго, неожиданно. То есть каких-то аналогов практически нет, с учетом, что все это сделано четыре года назад. Но есть лекции Баумастера, которые просто гигантские. Их можно смотреть и нужно. Ничего против этого я не имею, но, блин, вы сами понимаете, это уже немножко другой уровень. Да. Ну, давайте начнем тогда дальше. Ребята, философия эпохи возрождения. У меня хорошая обзорная лекция, можно смотреть. Для того, чтобы войти в философию возрождения, рекомендую, опять же, от ВШ, лекцию по микрокосму и макрокосму, развитие представления о человеке, развитие представления о вселенной, две ссылочки, там короткие видосы. И дальше уничтожение ваших глазок, друзья. 24 лекции по философии возрождения от Виктора Леги. И это хорошие лекции. Они там по 40 минуток идут. Но если вы хотите разобраться в философии возрождения внезапно... Нет, это опять же, это опять же не тот сегмент. Это не час про философию эпохи возрождения. Я ничего подобного не нашел на таком уровне, чтобы, да, взять, поставить напротив своего, сказать, вот моя обзорная лекция, вот обзорная лекция какого-то другого человека, тоже на час-полтора и тоже достаточно информативная. Нет. Такого на Ютубе просто я не добыл. Но у Леги очень крутой курс. Прям очень-очень-очень крутой курс. Он просто там по именам разобрал многих мыслителей эпохи возрождения. Их 24 штуки этих различных тем. Там и Данте Алигьери, там есть. Там почти всех он популярных этих авторов собрал. И это я вам действительно рекомендую. И я бы это даже сам посмотрел. Вот в чем дело, понимаете. Очень-очень-очень-очень многообещающее. Следующая тема философия нового времени. Моя обзорная лекция неплохая. Смотрите, как говорится, почему бы и нет. Но есть лекции, так скажем, лучше, больше, сочнее. По крайней мере, больше. По крайней мере, больше и более частные. Понятное дело, всю философию нового времени я спрессовал в одночасовое, полуторачасовое видео. Это надо углублять, безусловно. Ну, поехали. Краткое введение в историю философии, философию нового времени Андрей Балмейстер обязательно. Программа эмпиризма, это опять же вше. Эволюция, программа рационализма, эволюция эмпиризма, эволюция рационализма, это все от вше. Также у Андрея Гасилина есть отличное видео рационализм Рене Декарта, отдельно рекомендую послушать. Также рекомендую послушать видео по Джону Локу от Артема Беседина. Лок очень важный автор, обязательно нужно о нем многое узнать. Рекомендую также это. Вот это хорошая обзорная лекция конкретно по Локу. Конкретно по Локу хорошая обзорная лекция. У меня таких обзорных лекций по Локу нет и не предвидится пока что. А Спиноза Гопс от Виктора Леги соответственно лекция тоже хорошая, про двух мыслителей сразу, убиваем двух зайцев одним выстрелом. И Беркли Юм тоже от Леги, тоже можно послушать, тоже неплохо, тоже рекомендую. Блин, можно было бы от Васильева порекомендовать еще лекции по Юму, но задушитесь, короче, убьетесь. Там действительно профессионал-специалист по Юму будет рассказывать вам про Юму. Вопрос. Нужно ли это вам на первом этапе ознакомления с философией? Ответ, на мой взгляд, пока что нет. Попозже. Юма на потом можно отложить, потому что это реально будут хорошие, серьезные такие профессиональные лекции от человека, который прям вот шарит в Юме, который много чего про него знает, который много чего про него расскажет. Там лекции реально очень высокоуровневые, поэтому лучше, лучше берите Легу. Лучше берите Легу для начала, а потом уже перескакивайте на Васильева. Т.е. Васильев у нас здесь тоже будет, как вы видите. Философия просвещения. Я не нашел ничего лучше, чем забить вот этот сегмент философии просвещения Зубова. Недостатки лекций Зубова, на мой взгляд, заключаются в том, что они минимум по два часа идут, плюс-минус, там чуть-чуть, час пять-пятьдесят, там что-то такое. Короче, они довольно большие. Мне кажется, мои лекции более такие вот, понимаете, более лаконичные. У Зубова они более просторные. И что самое главное, там очень много свободной речи, что далеко не всегда хорошо. Но при этом вот у Зубова полноценный набор, полноценные лекции по всем темам, по философии. Его тоже вполне можно просмотреть, но вы столько часов на это потратите, что как бы мам не горюй. Немецкая философия Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель. Канта я вынес отдельно, Гегеля я вынес отдельно, у меня просто есть отдельная лекция, и вот я вам здесь рекомендую сначала посмотрите про Канта, а потом начинайте изучать практическую философию Фихте. Это, по-моему, тоже УШ. Сейчас посмотрим, это же УШ. Да, это УШ. Да, это УШ, ребят. Ну, а дальше начинаем у Васильева отличный курс по немецкой классической философии. Изучаем Канта по Васильеву, немецкая классическая философия, критическая философия Мунуила Канта, именно вот этот берем, там много по Канту. Рекомендую именно эту лекцию для начала. Если мы не хотите вот так вот душиться, ну, потому что, опять же, это всего топ-100 лекций, да, я вам заранее предупреждаю, да, если вы посмотрите все эти лекции, вы преисполнитесь и будете знать очень много о философии в разных ее аспектах. Наша задача такая, да, чтобы вы преисполнились и много о философии узнали, максимально много. Можно сосредоточиться, конечно, на Васильеве, и там немало лекций, но тогда это будет не топ-100, а топ-200-300, если бы вот все лекции всех авторов вот так вот предлагал бы, понимаете, да. Поэтому берем у Васильева только критическую философию Канта, практическую философию Канта. Две лекции по Канту мы у него берем. Потом мы у него берем немецкую классическую философию Гегеля в трех частях, все три части я рекомендую, как ни странно, и философию Шеллинга тоже мы берем, соответственно, вот. Тоже рекомендую, тоже очень важно, тоже очень интересно. Внезапно, внезапно, иррационализм Штирнера, Шопенгауру, Ницше есть конкурирующая с моей лекцией Вячеслава Моисеева, иррационализм в 19 веке. Можно порекомендовать. Жизнь и философия Макса Штирнера моя лекция. Против нее мы выставляем Дмитрия Хаустова, Макс Штирнер, единственный и его собственность. Хаустов отличный специалист, у Хаустова очень много лекций по разным областям философии, у Хаустова отличные лекции конкретно по Штирнеру, у него отличные тексты по Штирнеру, Хаустова я вам рекомендую, даже, возможно, больше, чем самого себя по Штирнеру, я его вам рекомендую. Дальше, следующая моя лекция философская система Ницше. Аналогов данной лекции не существует на нашем Ютубе. Ницше очень популярный автор, но так час-полтора, чтобы понятно просто по всем сегментам была разложена вся система Ницше, такого я в интернете не обнаружил, но у нас есть лекции о Ницше, Хаустова, 8 штук, это получается, опять же, другой сегмент, более глубоко, более пространно, более мощно, понятно, две разные задачи были поставлены, но вот я не нашел ни одного видео, которое решало бы ту же самую задачу, что и мое. Так что так, у меня нету про позитивизм ничего, если что, про обычный, меня в основном постпозитивизм интересует, поэтому смиритесь, у меня нету ничего про позитивизм, но я вам рекомендую посмотреть лекцию магистральные направления, позитивизм, от кого? Опять в ше, короче, да, забил в шехой, ну, понятно, халявщик, забил все в шехой. Современная философия, аналитическое направление. Опять же, вы не поверите, несмотря на то, сколько критики свалилось на мое видео про аналитическую философию, оно лучшее в данном сегменте, я ни у кого лучшее пока что не находил, не потому что я такой понтовщик, не потому что я такой крутой, не потому что я такой классный, а как аналог есть у маргинала введение в аналитическую философию, где он там 3 часа Рассел разбирает, простите, или что-то вроде того, там, в общем, очень частная штука, которая очень плохо складывает впечатление о том, что такое аналитическая философия. С учетом всех ошибок современная философия аналитическое направление моя лекция остается одной из лучших обзорных, где вот диапазон час-полтора выдерживается. А на аналогов просто нет. Несмотря на все недостатки, да, несмотря на то, что сделать лекцию лучше могут многие люди, но они этого не сделали пока что, поэтому наслаждайтесь вот этой лекцией. Если хотите материалы немножко другого рода, я вам рекомендую посмотреть именно Евгения Логинова материалы по аналитической философии, вот там как раз маленькие видосики, немножко тоже другой сегмент, но если эти маленькие видосики сложить, можно составить некоторое представление о базовых философах, типа там Рассела, Мура, Фреге и так далее, так далее, так далее. То есть вот у него по этим всем людям у Евгения Логинова есть отдельное видео, и они хорошего качества, и там человек действительно разбирается в аналитической философии, я не специалист по аналитической философии. Да, у меня одно из лучших видео в сегменте, аналогов мало, ну, либо есть какой-то совсем задротизм, где там, не знаю, вот есть канал Брейн, тоже довольно интересный, где человек рассказывает прям про Квайна на 50 минут. Ну, я не знаю, вы, наверное, пока не готовы слушать конкретно про Квайна на 50 минут, если вы просто хотите обзорную лекцию по аналитической философии, я первопроходец на русском Ютубе практически. Ну, что-то более популярное и такое, чтобы при этом было достаточно лаконичным, понятным и было обзорным, я не находил. Евгений Логинов как раз один из тех, кто к этому приближается и у него видео на порядок качественнее, но, опять же, мне кажется, он не захватил достаточное количество тем, чтобы сделать обзор большой или я просто не находил данные видео. Как-то так. Евгения Логинова я конкретно рекомендую, я у него многое тоже смотрел в свое время и качество подтверждаю, оно выше, чем качество моей лекции, очевидно, но там будет много маленьких видео, приготовьтесь, и там не будет большого обзора на всю аналитическую философию, тоже к этому приготовьтесь. Лекция Маргинал, Маргинал, который разъебал якобы мою лекцию по современной философии аналитическому направлению, вот эту, да, лекцию, как бы якобы разъебал и кучу хейтеров ко мне после этого пришло, у него у самого нет вебинара, лекции лучше этой в данном сегменте. Его вводная лекция по аналитической философии, она в каком-то смысле хорошая, но она не является обзорной. Она явно, она явно не конкурирует с моей лекцией, она про другое, короче, это другая лекция, она не о том. Ну и современная философия, континентальное направление, я аналогов тоже на самом деле не видел. Много хороших материалов по отдельным континентальным мыслителям, очень много материалов по отдельным континентальным мыслителям, а хорошие обзорные лекции, лучше, чем вот моя, я тоже не находил, к сожалению. Опять же, я не думаю, что их так сложно сделать, я не то, чтобы, так скажем, сильно старался, и я думаю, что практически любой специалист по континентальной философии, если поставить такую задачу, сделает это без проблем, и то же самое с аналитической, кстати, философией, сделает это лучше, чем я, вот, понимаете, да? Но при этом на данный момент это, ну, видимо, тоже лучшее, что есть на ютубе, но вы можете посмотреть, опять же, континентальная философия 20 век, лекция 20 век, основные направления, это опять же, 10 минутка, понятное дело, какой там уровень обзора будет, ну, очень краткий, короче, соответственно. Как-то так, как-то так, понимаете? Ну что, итоговая лекция по курсу философии, опять же, аналогов нет, абсолютно нет аналогов, у меня, на мой взгляд, самые лучшие выводы, метафилософии, в конце, в конце всего курса по философии есть определенные метафилософские выводы, я не вижу никаких аналогов, не вижу никаких конкурентов в этой области, можете посмотреть это видео, очень рекомендую. Философия сознания, часовая лекция, конкурентов, опять же, не нашел, есть, ну вот смотрите, вот есть, опять же, вшеха, лекция номер 10, основные, а нет, это не вшеха, кажется, кстати, нет, час 23, не-не-не-не, нашел, 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 вот, кандидат философских наук беседен, во-во-во-во-во, нашел, нашел, один из немногих моих конкурентов в данной теме, да-да-да, нашел, нашел, хороший конкурент, здесь хорошая лекция, тоже вот в час 30 внедряется, но есть еще лекции Лемона, но они очень подробные, есть лекции Васильева, тоже по теме философии сознания, но они очень подробные, совершенно другой сегмент, то есть, это если вы хотите обзорную лекцию по философии сознания, вот, моя лекция, вот лекция, собственно, беседового, беседина, да, да-да-да-да-да, если вы хотите прям задрочить непосредственно философию сознания, ну, есть Лемон, как бы, да-да-да, это предпрофессиональный уровень по данному вопросу, и есть, собственно, уже профессиональный уровень по данному вопросу Васильева. Вот совсем круто. И при этом, ну, как бы, вы там потратите, вы там утонете на много часов, чтобы вы понимали, это не то, чтобы очень простая какая-то задача. Философия Гусарля? Грустно. И опять же, кажется, что у меня одна из единственных таких часовых обзорных лекций по данной теме, которая, ну, послужит вашего внимания. Я ей отчасти даже как «Горжусь, не горжусь», она списана со Шпигельберга. То есть норм лекция. Прям норм лекция по Гусарлю и на Ютубе аналогов очень мало. Феноменологи у нас обычно угорают по каким-то другим вопросам. Ну, либо прям сразу выкладывают такие курсы лекций, что, опять же, время нырять на самое дно, на самую глубину, и там оставаться много-много часов. То есть, какого-то такого вот уравновешенного подхода, такого вот для начала. Что такое Гусар? Что такое феноменология? Как это работает? Этого мало. Или вообще почти нет? Или я вообще почти не нашел? Есть лекции Чернавина. Что такое феноменология? Еще куча. Куча. Вот куча у него тоже лекций. Есть еще куча лекций. Есть Сергей Левшин, который рассказывает о том, что читать по феноменологии. Я не знаю, у него там еще, может, какие-нибудь видосы есть. Он меня не оповещал в последнее время о видосах каких-то по данному вопросу. Я поэтому, может, пропустил многое. Вот у Левшина можете поспрашивать, посмотреть видео с ним. Но они тоже там. Есть маргинал Левшин, про феноменологию разговаривает. Трехчасовое видео. Это не час. Простите, это не час, как бы. Это, ну, это три часа. Три часа, и, возможно, даже диалоговых. Три часа. То есть, не совсем то, что вы бы хотели получить от лекции, так скажем. Да? Ну, как вы. Вы вам всякое можете хотеть получить от лекции, конечно. Но немножко не то, скорее всего. Ну, постпозитивисты, поппер, кун, локатус, фирабанд. Аналогов тоже нету. Неожиданно. Есть отдельные хорошие материалы по попперу, по куну, по локатусу и по фирабанду. Какой-то общей обзорной лекции я, опять же, не нашел. Ну, опять же, рекомендую. Также я вам рекомендую из вше посмотреть еще одну лекцию про концепцию осевого времени. Отличная лекция. Да, ну, отличная. Десять минут мое почтение. Надо знать о концепции осевого времени. Ну, и под конец я вам, опять же, скажу. Друзья. 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 Вот вам лекция по лекциям. Кучу раз сам себя похвалил. Если вы хотите получить данный файл и получить ссылки на мои лекции, заходите. На чужие лекции, которые я тоже собрал, здесь много хороших лекций, тоже заходите сюда. Ссылки щелкаем. Проходим по этим ссылочкам. И, соответственно, просто щелкаете на ссылку, и у вас как бы вот... Вы выходите на лекцию. Смотрите, как прекрасно. Смотрите, как прекрасно я для вас все сделал. На самом деле, самая главная моя работа была создать этот файл, по которому... Вот этот файл, простите, зеркалочка, да? Вот этот файл, по которому вы сможете готовиться, читать, смотреть. Здесь много хороших материалов. Дополнительно я бы хотел вам посоветовать, посмотреть, если уж совсем много времени и хотите глубоко узнать философию. Идите зубово смотреть. Да, душновато. Да, соответственно, многовато. Да, каждая лекция по два, там, минимум часа. Их там 48 штук. 48 на 2 умножаем, да. Понимаем, сколько часов мы на это потратим. Я бы, конечно, как читер мог бы посоветовать только зубово во всех этих кластерах, как понимаете, да? Но это было бы читингом. Я очень хотел разнообразие соблюсти. Более того, у балмейстера Андрея очень много хороших, качественных лекций по разным темам. Конечно, по нижней там надо поосторожнее быть. Вообще, к Андрею балмейстеру надо быть осторожным, когда речь касается тех мыслителей, которые выступали против христианства. Балмейстер довольно ангажирован в этих темах. И он очень плохо оценивает антихристианских философов. Но у него много хороших материалов, особенно про тех философов, которые так или иначе коррелируют с христианством. И по философии сознания у него есть ряд хороших материалов лекций. Куча лекций хороших у Васильева. Опять же, рекомендую, почему бы и нет. У Бугая, опять же, можете смотреть почти все, что найдете. Это тоже круто, это классно. Весь курс от высшей школы экономики я вам рекомендую. Это как раз мой главный конкурент в данном сегменте. Жалко, там просмотров меньше, чем у меня на лекциях. Выпендрился, да. Но это именно что? Вот курс от высшей школы экономики. Это может быть даже покороче, чем у меня получится. Покороче и даже поинформативнее. То есть я, наверное, из всего, что я увидел по уровню лаконичности и информативности одновременно, я, наверное, готов отдать первую пальму первенства высшей школе экономики и их курсу, который абсолютно не захайпился, к сожалению, на Ютубе. Но при этом он именно что? Ок. Вот реально ок как бы. Ок именно с точки зрения краткого изучения философии, где, собственно, специалисты-профессионалы вам об этом очень хорошо рассказывают. Это оно. Наверное, высшая школа экономики, да, ну и то, и то там не по всем темам тоже. Не то же самое, что у меня, короче. Не то же самое, что у меня. И нету нормальных материалов по индийской, китайской и так далее философиям. То есть все равно несопоставимо. Все равно по-разному. Все равно тоже меня можно посмотреть. Но высшая школа экономики по многим темам прямо перевыполнила мою задачу. Да, по некоторым вопросам. А оппонентов у меня здесь мало получилось. И то, высшая школа экономики эти лекции выложила вроде бы год назад или два года назад. То есть я их опередил. Я первопроходец во многом. Так-то получается, да. По философии буддизма можно попробовать сложные лекции Пятигорского, но это совсем для экстремалов. Я его здесь не советовал просто потому, что это совсем экстремальная штука. А попроще это парибок, но они тоже сложные. Они тоже сложные, они тоже для человека, который уже ознакомился с материалом. Ну хотя бы мою лекцию по индийской философии посмотрите, а потом уже парибка попробуйте. Много хороших лекций у Хаустова, но большинство из них посвящены частным вопросам, а потому они не вошли в топ-100. У Хаустова очень много материалов. Рекомендую, как бы, да, вообще без вопросов. Вообще лекторов много, материалов много, у Леги много хорошей информации. То есть Леги далеко не всегда мешает его ангажированность, контента классного в интернете, на ютубе, на нашем любимом дофига. Хотите получить ссылки на вот этот прекрасный топ, вы должны перейти ко мне в Телеграм, ссылки в описании. Если вы не перешли и не подписались, то я вас как бы укушу. Дамы и господа, спасибо вам большое за то, что были со мной. Я вас всех люблю. Надеюсь, ютуб не исчезнет с наших платформ. Мне очень грустно, мне очень грустно осознавать, что ютуб могут у нас заблокировать. Это ужасно, потому что вот, 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 ребят, прикиньте, это все заблокирует, как бы. Это отвратительно, это богомерзко, это, как бы, уничтожает культуру интеллектуального ютуба конкретно. Почему, зачем, кому это надо? Здесь столько лекций, столько материалов, столько контента и моего. Я столько сил во все это вложил. Там, не знаю, Баумейстер сколько сил в это вложил, как бы, понимаете, у него много лекций, все это выложено, много вот разговоров, диалогов. Баумейстера, понятно, но мы не сможем смотреть Баумейстера. Украинцы-то его смогут смотреть. Мы не сможем смотреть Баумейстера. Мы потеряем доступ к огромному количеству очень важных, очень крутых, очень интересных материалов. И не только по философии, скорее всего. Меня, как бы, это глубоко печалит и глубоко волнует. Друзья, качайте вот этот файл, пока есть возможность. Потом, не знаю, что-нибудь придумаем, может быть, как-нибудь. Достанем все эти лекции, куда-нибудь их поместим, чтобы можно было слушать их на Рутубе. Я не знаю. Подписывайтесь на мой канал. Будем и на мой канал здесь, и на мой канал в Телеграме. Будем смотреть, что с этим можно сделать. Ну все. Всего вам доброго. Спасибо за то, что слушали. Спасибо за то, что вот был донат, Дэн. Спасибо тебе, Яр. Спасибо тебе огромное. По-моему, это был довольно интересный образовательный материал, который многим поможет разобраться в разных темах. Мне кажется, это довольно полезно. В том числе, это хороший повод был вспомнить про мои собственные лекции. И, что самое главное, сравнить их в данном сегменте с лекциями других людей. Для меня тоже было довольно интересно. И я не ожидал, что я в своем сегменте окажусь чуть ли не первопроходцем. Внезапно. Внезапно. Ну ладно, есть еще Елена Павлова. Ладно, Елена Павлова, она, наверное, в этом плане больше первопроходец. Ладно, давайте так. Елена Павлова первопроходец. Потом я сверху как бы сделал. Но мне кажется, я сделал намного лучше, чем Елена Павлова. Ну и вот лекции с Ше. Мне кажется, с точки зрения лаконичности, они прям очень крутые. Ну и все равно по некоторым вопросам они меня не побеждают. Так скажем. Ну и у них это можно понять. У них там еще разные специалисты все это записывали. То есть разные кандидаты наук, там действительно работа проведена. И это круто. Вот что я думаю. Но я не ожидал, что действительно мои лекции на Ютубе окажутся вот как бы чем-то вот таким. Просто понимаете, у нас как будто бы на этом Ютубе в основном вот такой вот сегмент ввода в философское образование, он как будто бы практически отсутствует. То есть у нас есть совсем дебильные видео по философии. Там, я не знаю, философия стоиков, там, о, как стоять, когда тебя бьют, у, там, вот это все. Знаете, видео для нормисов буквально. Видео для нормисов по философии. Что там считал Цицерон, там, Аврелий Марк, что думали, о, какие они крутые, письма самому себе писали. То есть совсем какая-то, ну, примитивщина, какой-то примитивизм. Либо, ну, вот начинается какая-то душнилова в духе, там, Андрея Лемона, заговоры искусств, убермаргинала, где просто вот та-та-та-тальная какая-то ангажированность и погруженность в какой-то один дискурс и раскрытие каких-то буквально там одних тем, и с очень большим серьезным преломлением к этим самым темам. Какие-нибудь лекции Баумейстера про христианство, где очень подробно рассказывается. Я действительно был удивлен, что чего-то вот такого вот вступительного, промежуточного очень мало. И я на протяжении многих лет заполнял эту нишу, как ни странно. Ну, как-то вот так вот, как-то вот так вот, да. И до сих пор, наверное, заполняю эту нишу все еще. Ну, грустно, грустно, если все это разрушится, в общем-то. Надеюсь, правительство передумает банить и замедлять Ютуб все-таки. Надеюсь, они возьмутся за ум, потому что ради какого-то шамана терять все вот, все вот это вот. Ребят, все вот это вот из-за того, что забанили шамана из Соловьева из Таса и как просто. Это же, это же ужасно. Это же ужасно. Это просто отвратительно, на мой взгляд. Да. Ну что, дамы и господа, всего доброго на этот раз точно. Пока-пока. Увидимся с вами на стримах. Приходите, подписывайтесь на Телегу обязательно. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok